добрый день дорогие зрители в этот морозный день а подчеркну что на градуснике сейчас минус 24 и вы на канале откройте питер в этот морозный день экстремальных прогулок по экстремальным морозам в петербурге не будет тяжело немножко конечности мерзнут мы сейчас находимся на обводном канале между станцией метро балтийская с той стороны и фрунзенская с той стороны спиной то есть между красной и синими ветками и посередине у нас располагается варшавский экспресс был бывший варшавский вокзал вокзал как вы догадались мы очутимся в нем в тепле вокзал был построен в 1853 году основная его цель была связать петербург с резиденцией князя царя в гатчине через лет так и так 10 уже была построена ветка до варшавы и ответвление до пруссии и таким образом данная железная дорога связала впервые россию с европой собственно варшавский вокзал просуществовал как вокзал до великой отечественной второй мировой войны и годы войны линия фронта проходила где-то километрах десяти от вокзала собственно он подвергался бомбежкам и т.п. сильно разрушался но и как вокзал перестал использоваться благо что есть рядом балтийский вокзал вот мы бежим внутрь бежим в тепло сильно в истории вдаваться не будем этим видео я хочу открыть рубрику едалин петербурга массовых едалин массовых скоплений то есть фудмолов фудмолов которые из исторических зданий превратились современной такой интерпретацию не сказал башенка с часами и вот здесь витраж был это как раз реконструкция основного фасада которая свершилась если вокзал был в 1853 году построен то по моему в 1862 делали реконструкцию входы сейчас вокзал слева и справа чуть вот надо углубиться вокзал на европейский манер был сделан то есть составы заходили прямо внутрь под крышу как лучших домах лондона и парижу такой вот морозное солнечный утро хотел сказать день уже день такое окружение ну и из варшавского зала потом появилась появилась название варшавский экспресс переоборудовали как считают нынешние владельцы организаторы всего мероприятия всего действия крупнейший в европе и россии фудмол вот и пойдем посмотрим чем можно там себя порадовать и их что там есть внутрях левый современное название вокзал 1853 так что есть в аршавском экспрессе здесь есть кинотеатр здесь есть фитнес-клуб он расположен на нулевом этаже всего получается здесь три этажа 0 1 и 2 вот мы сейчас в зоне где кинотеатр начинается афиши афиши кассы попкорн все что полагается люди идут с того направления там ход вроде бы темновато добавим свету описывать все заведения которые мы будем проходить я конечно же не буду постараюсь просто показать поезд в ходу как а вот и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Свежие соки... Гранатовые, апельсиновые... Станция грузинская... Индийская кухня... Здесь, скорее всего, что-нибудь... Вьетнам, Корея... Джоу Линь Экспресс... Посмотрите, такие лавочки... Как на вокзале... Атмосферненько... Атмосферненько, я вам скажу... Это этот купол стеклянный... Здесь можно представить, что... Составы заезжали... Сюда прямо... Что-то на аниме... Что-то на аниме... дивинг create explorer блюда балканской кухни итальянский деликатес все-все пространство все эти закоулочки закуточки шикарнейшим образом оформлены используются москве 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 интересно интересно здесь видимо что-то под мероприятие какое-то раз свадебная пироженки бутик ароматов станция мармеладная хорошо хорошо как в 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 Средиземноморская кухня, мидии, камбалы. Средиземноморская кухня. Болы, оки, баба гануш, еврейская история. Болы, оки, баба гануш. Болы, оки, баба гануш. Сделали небольшой кружок. Сюда не заглядывали. Здесь просто зона, где можно сесть в тишине и перекусить. Здесь стена с афишами. Также в Варшавском экспрессе. Или, как, наверное, правильно его сейчас уже называть. Вокзал 1853. Проходят концерты. Афиши прошедших мы уже только что посмотрели. Так, я хочу подняться на второй этаж. Но не на эскалаторе. Не ногами. А здесь есть чудесно стилизованный... О, узнаете, кто это? Замечательно стилизованный лифт. Интересно, он работает. Хотим вверх. Вот. Дверы открылись. Замечательно стилизованный лифт. Какой лифт. Какой лифт. Большущая Бахрома и Большущая Токио-Сити. Это все рестораны. Замечательно стилизованный лифт. Замечательно стилизованный лифт. Есть на улице по правую руку от вокзала каток. Организован для тех, кто любит постоять на коньках. Так, второй этаж уже мест, где можно прикупить вкусной еды меньше, ну, по крайней мере, такое ощущение, и больше мест, где можно присесть. Здесь были какие-то мастер-классы, видимо, по раскрашиванию глиняных изделий. Здесь дедушка, дяденька делает браслеты. А у вас мастер-класс какой-то, или вы? Да. Ну, то есть, я на него как-то попробую, на станке поработишь. Ребят, смотрите. Пяльцы такие. А как правильно станок называется? Скальный? Скачный? Кацкий. Скачество называется «Нениту на скалочке». Самый главный агрегат – это этот паушку. Интересно. И как долго делается один браслетик в умелых руках мастера? Ну, смотрите, я вчера добрал основу, санкал практически все. Сейчас просто доделываю эту самую пиражную работу. То есть, там, криталы, косички там, потом подвесы, вот эти, вот, криталы, долгие детали. Видите? Ага. Ну, это будет деталь для другой повязочки. Такого же цвета будет повязка. Только здесь, видите, смолана. А будет подвесоваться. Ну, будет красиво. Сейчас это приблизительно покажу, как будет красиво. Ну, получается, за один день. Да, за один день можно потом сделать. Но опять же, в руках мастера. Я так и рассчитывал, только на мастера. То есть, вот такой вот формат. Вот как у вас на голове? Ну, как у меня, только это вот женское. Это женское. У меня без подвесок. Я понял. А в принципе, то же самое. Орнаменты какие-то славянские или что-то? Я вообще не сторонник разделять культуры. Раньше была единой ведической культуры. Я к тому, что они что-то означают. Да, они присутствуют во всех культурах. Тут ко мне и монголы подходили, и китайцы подходили. И все узнают свое. И все говорят, это наше, это наше. Я говорю, ну ладно, пускай будет и ваше. Нам не жалко. Я на Алтай приехал. У них тоже солярный знак. От олень трава. Они называют его «Матерь». Ну, что-то с матерью связано. Ну, короче говоря, как раз именно тот символ, который у славян для выгоно Эксану Шиндик. Это у шаманов в роду, представляешь? Такой знак. Ну, то есть, такой вот знак, высокий он от обороны. И я такой, ну, все работает. Интересно. Что-то есть мини. Спасибо вам. Всего хорошего. YouTube. Понятно. YouTube канал, откройте Питер. Снимаем. Петербург. Открываем для него его... Новые места. С разных сторон. Ну, это же хорошо. А не только с туристических. Ладно. Всего вам хорошего. Спасибо. Прошу вам. Смотрите. Вот тут не только поесть можно, но и... Порукодельничать. Приобщиться, приобщиться себя и ребенка к истории. Там, честно говоря, еще и магазины есть. Но это ладно. Не так, чтобы на весь день тут себя занять, но несколько часов посвятить можно. Ко-солнце. Здесь должны быть шуточки. для петербург. Для петербургцев неопознанный объект в небе. Смотрите. 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 на какое место, где вы можете в сторонке присесть. есть. Есть какая-то задумка и отсылка к уси. лобстер-бар меню. Лобстер-бар меню. Ресторан Медведь. И вот такие чучела. Вот лапа. И моя лапа. Такая, конечно, садонет. Мало не покажется. Бабл Ти. Рулетка? Что? Играют на еду? Это был у нас второй этаж. Какая прикольная подставка под часы. Причем, судя по всему, это историчная вещь-то. Оригинальная, металлическая, полая фонари. Ну, врать, конечно, не буду. Вот это все. Все эти столбы фанерные. Делали специально под старину. Спускаемся на первый этаж и зайдем на нулевой. Только надо найти эскалатор. Вот уже кругами ходим. Здесь уже два раза были. Да, вроде бы. Да, вроде бы. Дальше. Когда-то в «Варшавском Экспрессе» был концертный зал. Взывался зал ожидания. Получается все. Все названия обыгрываются и имеют отсылки к вокзалу. У нас справа пойдем. Еще раз посмотрим на лифты. Красиво. Как по мне, да, красиво. Вот это все. Красиво. 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 такой вот стилизованный паровоз именно паровоз на пару а здесь я что на нулевому мы тут ничего и не посмотрим здесь фастфуде на елка да и все потому что большую часть нулевого этажа занимает один из фитнес-клубов даже с бассейн гардероб на левом этаже снова поедем в алифте приехал так, надо сейчас найти где-то фастфуде на фитнес-клубов за сим в принципе я думаю на фоне елочки и паровозика я с вами попрощаюсь спасибо что посмотрели первую часть футбольных путешествий просто в петербурге маленький анонс много мест которые переоборудовались вот такие футболы такого формата это и рынки как вот сейчас мы видим вокзал и еще парочка исторических зданий в принципе у нас зима холодная долгая на улице как я говорил конечности мерзнут поэтому будем ходить в тепле и открывать для себя петербург современный в исторической обертке все всем пока всех с новым годом спасибо большое спасибо 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 Продолжение следует...